Иванушка! Аленушка! 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 Погляди, как я ловко в городки выбиваю! Пойдем, посмотришь! Персонажи этой сказки хорошо знакомы и детям, и взрослым. Классическая история о том, как добро побеждает зло, и неоспоримый факт, ставший моралью для юных зрителей. Старших нужно слушаться. Чего, собственно, не стал делать главный герой сказки Иванушка. Из пива до изложицы мальчик превращается в козленочка, а чуть позже зрители знакомят с копцом, который женится на Аленушке, и злой ведьмой, обманувшей ее и утопившей в речке. Поехали! Поспешите все сюда! Что развертилось? Спешите! Пока зритель наслаждается представлением, по ту сторону сцены разорачивается настоящее шоу. Во время спектакля актеры управляют куклами, озвучивают персонажа, передвигают декорации и меняют фон. Один и тот же человек может играть сразу несколько ролей. Руками виртуозного кукольника Баба Ига, к примеру, превращается в ворона. Такие перевоплощения совсем незаметны для юного зрителя. В примере спектакля актерской труппы обновила реквизиты для представления. Новые куклы смастерили по старинке. Своим героем актер управляют с помощью специального механизма. Сначала, естественно, отливают из гипса, на пластилине или на чем-нибудь отливают из гипса, потом в гипс клеят эту бумагу и голову делают. В глазки внутрь уже механизм вставляется туда, вовнутрь глаза работают от этого, иногда ротик. Тут же есть механизм, который вставляется в голову. А так дальше уже поролон, одежда обычная, ткань. Вот так вот и создается наша кукла. Гибкие руки и постановка голоса актера способны оживить любого персонажа. В руках кукловода игрушная копия героя словно превращается в живого человека, а красочные декорации и яркое шоу придают происходящему эффект реальности. Детям такое представление пришлось по душе. Смех, удивление, симпатия к положительным героям и невольное негодование по отношению к отрицательным. Эмоции у юных зрителей меняются на глазах. Мне понравилась Аленушка, потому что она большая и красивая. Мне не нравится Баба Яга, потому что она злая, недружелюбная, неприветливая. Хочет забрать Иванушку. Если до сих пор театре юного зрителя предпочтение отдавали национальной драматургии, то в этот раз актерская труппа решила добавить в свой репертуар русскую классику. Об этом главного режиссера попросили сами дети. О желании зрителей для театралов, как говорится, закон. В последнее время мы встречаемся со школьниками в школах после спектакля, и детям очень интересна эта сказка. И попросили уже в одной из наших лицейских школ, а почему вы не поставите сестрицу Аленушку. Им нравится этот Иванушка, который озорной такой, балованный мальчик, который, наверное, соответствует ихнему возрасту. И мы прислушались к этому. И вот сегодня этот спектакль на сцене. Детям на примере персонажа сказки показали, сколько опасностей таит в себе окружающий мир, к чему приведут козни и интриги. А в финале, как и ожидалось, добро торжествует. Козленочек превращается в мальчика, а злую ведьму прогоняют из города. Легкое и в то же время эффектное выступление кукольников получилось ярким и запоминающимся. Мадина Пугоева, Рамезан Дзурабух, Новости 24.